всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей красиков и сегодня по просьбе моих зрителей мы будем говорить о тревоге и не просто тревоги мы будем говорить о тревоге которая возникает у моих пациентов самого утра когда они открыли глаза у них сразу начинается вегетативная симптоматика и я коротко расскажу еще о том что тревога может возникать только вечером это видео адресовано моим зрителям и тем кто пытается найти лекарства от вегетососудистой дистонии никакого не может в общем то собственно найти может быть для новичков может быть небольшая напоминалка для моих зрителей которые уже смотрели многочисленные видео но тем не менее что надо понимать я сейчас буду приводить примеры которые взяты из моей личной работы с многочисленным количеством людей не формате вебинаров не формате тренингов о формате персональной работы за последние семь-восемь лет хотя в принципе консультирование виду девять лет как выяснилось опять же недавно по поводу утренней тревоги действительно многие пациенты пишут говорят рассказывают что я не могу понять я вот как бы изучая когнитивную терапию я понимаю суть ситуации мысль эмоции реакции или модель с мэр русская или модели и бисе где эти вы активы тинка вен били вскакую консеквенс да но они видят я просыпаюсь утром уже с тревогой я не успел даже ни о чем как бы подумать я как бы вот сразу начинается проблема давайте разбираться в чем здесь чаще всего возникает сложность я сейчас буду опять же приводить примеры на примеряете их на себя посмотрите внимательно думаю что многим это будет полезно да действительно есть такие две гипертрофированные штукенции как тревога и как страх давайте разберемся тревога это размытое состояние не имеющие какой-то четкой границы но она размытая поэтому нас мкб есть рубрика генерализованное тревожное расстройство когда человек испытывает хроническую вяло текущую тревогу которая имеет свои какие-то колебания то она выше то она ниже здесь нету как чего-то конкретного чеку просто на душе скребутся кошки ему просто тревожно многие путают это с вегетососудистой дистонии или с паническими что хуже атаками не готов него не постоянно они просто постоянно с утра до вечера никогда не заканчивается на самом деле они путают с тревогой потому что паническая атака это просто эпизодический приступ сильного страха за свою жизнь а а вот страх более очертан например например кардиофобия страх за сердце конкретно боюсь что я умру от сердечного приступа в дф здесь и сейчас я конкретно боюсь что со мной случится инсульт или инфаркт где-то на улице потому что мне никто не поможет кстати о кардиофобии смотрите на канале тоже есть ролик отдельный так вот в чем история тревожности с утра у моих пациентов в истории заключается в том что они делают две ошибки первую ошибку они не видят в принципе хронически вторую ошибку они отчасти осознают но не придают и значение давайте начнем с конца с последнего вторая ошибка это то что люди часто просыпаются и они открыв глаза начинают себя сканировать у меня есть клиенты которые любят себя сканировать такое ощущение как будто у них зашит в одном месте томограф они проходятся ментально по своему телу пытаясь понять как им сегодня это в корне неверная позиция потому что от этого сканирования вы прислушиваетесь якобы пытаетесь уловить в каком у вас месте сегодня локализован симптом или болезнь куда она сместилась что вызывает вторичную тревогу который вы ощущаете виде а-ля симптоматики vsd проще говоря перестаньте себя сканировать с самого утра потому что вы не сканер вы не томограф вы не узи прибор вы не какой-то прибор который может пройтись сканом и что-то там зафиксировать вы просто-напросто преломляете внимание к своему организму и начинаете прислушиваться что создает как раз ту самую тревогу это это вторая ошибка но она не главное часто она может быть только единичный и о том о чем я сейчас буду говорить может быть к вам не имеет никакого отношения но чаще всего это и первая вторая история первое сейчас узнаете чуть позже так вот еще раз не надо себя сканировать как я себя чувствую как у меня стучит сердце какое давление от внимания к своему организму вы создаете чаще всего вторичную тревогу которая проявляется естественно как и вся тревога вегетативно и первая ошибка заключается в самое главное которое наши пациенты не осознают в принципе вот она вот теперь вторая была более простая сейчас будет более сложная поэтому сейчас надо напрячься чуть-чуть будет в процессе терапии когда пациенты жалуются на хроническую тревогу с утра они не замечают что вегетососудистая дисфункция это проявление эмоционального состояния они считают что у них болезнь сосудов или еще чего-то что в корне неверно так вот они просыпаются и естественно у них возникает повышенный эмоциональный фон даже без второй ошибки почему потому что они никогда не задумываются о том что причина невротических расстройств или причина вегетососудистых проявлений это эмоциональный фон который не может быть просто вот так откуда ни возьмись он создается ментально вами но давайте возьму конкретный пример чтобы вам было более понятно есть клиентка у которой длительные напряженные отношения со своим мужем или со своей работой или с обстоятельствами с тещи свекрови кредитами привязанности где она не может принять решение в общем представьте себе женщину на которой навалились отношения на которой навалились принятие решения куда уйти куда податься она не может уйти или ним ним не понимает как быть с мужчиной или там женщина если это он как поступить с работой проще говоря чаще всего ваша тревога по утру связано с тем какой день вас ожидает не в плане солнечный или пасмурный а в плане какие люди с кем вам придется контактировать куда вы поедете на работу хотите ли вы туда ехать что вам придется там делать с кем вы будете контактировать в течение дня то есть открывая глаза выгоди о боже опять этот день какой кошмар только вы этого не понимаете потому что вы просыпаетесь как дни сурка и вас моментально начинает ассоциация вот он день начался вот она начинается опять сейчас это работа это поездка это это люди эти менеджеры эти клиенты та-та-та-та-та-та-та-там этот муж эти дети это это там и вот все это в целом начинает выдавать такой фон где у нас есть метафора тупика безвыходности нерешенности невозможности найти выхода из этой ситуации именно вот предстоящая интерпретация предстоящего дня или событий в которых вы просыпаетесь чаще всего является причиной этой самой утренней тревоги просто смотрите с кем вы просыпаетесь посмотрите с кем вы засыпаете где вы просыпаетесь куда вы едете что вас ожидает какие обстоятельства жизни в течение этого дня будут разворачиваться с чем вы не хотите сталкиваться в принципе с чем вы устали сталкиваться где вы не можете принять решение потому что не думайте что у вас просто есть болезнь который вдруг возникла не пойми откуда и по сосудам там что-то пошло нет у вас есть эмоциональное состояние и если тревога возникает самого утра думайте над предстоящим днем и думайте над тем что предстоит вам все в течение дня и какие конкретно локальные сферы вызывают у вас напряжение или противоречия поэтому не когда клиенты говорят что с утра плохо к вечеру лучше или там на работе хорошо вечером хуже у меня была такая забавная 1 1 забавный клиент который говорил мне с утра вот хорошо как бы более-менее днем неплохо я на работе а вот вечером становится значительно хуже я горюки и хорошо давай подумаем логически чё тебя днем происходит чё тебя происходит вечером он говорит но вечером я иду домой игру первый вопрос очень простой как у тебя женой дела он так почесался говорит но как бы не очень играть что такое да она меня замучила и начинается долгий рассказ о том как ему плохо живется в этой семье как его третирует теща как его третирует жена он недостаточно хорошо зарабатывает обременен кредитами там дети еще бегают и в общем один только поход домой вызывает у него такой рефлексорный момент что надо напрягаться сейчас опять будут вопросы надо будет отвечать с опять будет какой-то к скандал очередной еще что-то и это вызывало у него тревогу бывало еще один кейс такой была клиентка которая с понедельника по пятницу было жуткая вегетососудистой дистонии в субботу и воскресенье знаете лучше какая интересная болезнь но вот сейчас я всем своим зрителям хочу подать такую подсказку посмотрите когда хуже когда лучше там все очень на поверхности так и вот она говорит вот суббота воскресенье мне знаете как-то проще а в течение всего-то понедельник пятница значительно хуже игроки давай подумаем логично что ты делаешь будни что-то не делаешь выходные на готове а я выходные не работает ибр падга какая неожиданность счете на работе происходит на engagement на работе там меня там то 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 я не знаю когда податься то ли уйти то ли остаться я живу ни в большом городе валятся не могу и там уже я не могу я прихожу и я уже себя третирует на работе что я здесь дел о чем там долге идет рассказ о том как он ненавидит работу как она не может оттуда уволиться а вот выходные когда она не видит этих клиентов когда они не видят этих сотрудников и значительно лучше. Она считала, что у нее вегетососудистой дистонии только по будням. Те же самые истории возникают, когда человек улетает в отпуск, вдруг отпускает. Либо он улетает в отпуск, а его не отпускает. Но это отдельная история, с кем он просто летит в отпуск и с кем он не летит в отпуск, в общем-то. Поэтому, когда у вас возникает тревога, которую вы часто называете вегетососудистой дистонии, просто вот отложите все придумки свои, что у вас какая-то болезнь. И просто послушайте меня. Просто вот возьмите и честно признаете себе, где у вас хуже, где у вас лучше. Если вы говорите, что у меня везде по-разному, везде тревожность, просто обратите внимание, какие обстоятельства вас окружают. Как вы реагируете на это? Без наличия второго фактора, без тревоги о симптоматике. Потому что она часто полируется вторично. Я надеюсь, вы меня поняли. Я подведу итог. Первое. Тревога с утра всегда связана с интерпретацией того, что вас ожидает. Второе. Если тревога по будням, тревога по выходным, смотрите, что происходит. Третье. Если тревога локализируется локально по какому-то обстоятельству местонахождения или людей, которые с вами происходят. Но посмотрите правде в глаза, что у вас эмоционально происходит с этими людьми, с этой работой, с этим днем, с этими обстоятельствами. И вот и все. Тут не надо что-то копать, выкапывать. Просто надо научиться быть честным с собой. А не искать причину в каких-то сосудах или причину в какой-то там поломке вегетатики. У вас вегетатика работает идеально. Симпатический парасимпатический отдел у вас работает правильно. У вас ничего не ломалось. У вас просто эмоциональное состояние. Чаще всего просто не понимаете, в чем дело. Потому что вам засрали голову и историю, что это болезнь. Это не болезнь. Это эмоциональное состояние, которое имеет конкретную причину в конкретных сферах вашей жизни. Я надеюсь, вы поняли коротко и ясно о тревоге, о том, куда смотреть и чем надо заниматься, а не лечить поломанную якобы вегетососудистую дисфункцию. Успехов вам! Подписывайтесь на канал в Телеграме. Ссылка есть в описании. Проверьте, когда начинается ближайший онлайн-тренинг на сайте красиков.дефисонлайн.рф Приходите онлайн на занятия, и мы справимся и с симптоматикой, и с основной причиной неврозов. Ну и посмотрите ролики канала Невроза Мегаполиса, подпишитесь и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса. До встречи, пока!